На протяжении всей своей истории человечество борется за выживание и улучшение качества жизни. Технический прогресс, развитие науки и медицины дали нам возможность жить дольше и интереснее. Но параллельно с этим мы постоянно играемся со смертью, с упоением, предаваясь порочным слабостям, которые сводят любую борьбу на нет. И самая главная порочная слабость человека — это дофамин! Ты — торчок. Самый обыкновенный дофаминовый торчок, который маму родную продаст за возможность иметь стабильный доступ к веществам, дающим возможность торчать на дофамине как можно дольше. Алкоголь, наркотики, секс, кофеин, сериальчики — все это дает нам много, очень много дофамина. Есть больше, пить больше, занюхивать глубже, совокупляться чаще, лить слезы, наблюдая чужую красивую жизнь — это все, что мы хотим на самом деле. И вся наша с тобой хваленая техническая революция как будто бы работает на эту самую потребность 24 на 7. Таблетки от диабета, который спровоцирован обжорством, таблетки для усиления либидо, упавшего из-за ожирения стресса и порнографии, стимуляторы тонуса, спад которого спровоцирован кофе, алкоголем и другими веществами. Получается, что мы сначала себя весело убиваем, а потом с таким же энтузиазмом бежим в лабораторию и разрабатываем новую волшебную таблетку для снятия похмелья. От всего, что делало нам так хорошо. Звучит забавно, не так ли? Мы — единственный вид в природе, который делает с собой такое. Есть еще пара животных, которые мастурбируют для удовольствия или со скуки. Все остальные используют свой дофамин исключительно, исключительно с одной целью — адаптация. Размножился — держи дофамин. Получил новый опыт — держи дофамин. Стал сильнее, выносливее и лучше — держи еще дофамин. Но в целом какая разница? Чего мы страдаем? Ведь каждый сам выбирает, к чему стремиться. К жизни? А может быть, к смерти? Но верно ли само утверждение, что кто-то что-то выбирает сам? Не маркетологи ли определяют за нас, что есть, что носить, что думать? Лидеры мнений на то и лидеры, чтобы эти самые мнения формировать. И самый главный из этих лидеров — это наши родные. И если мама сказала, что перед экзаменом нужно съесть шоколад, то значит шоколад — это самое важное, это самое ценное. И наше подсознание именно так это и зафиксирует. А если на дне рождения все едят торт, то значит любое радостное событие будет всегда вызывать желание получить сахарную фиксацию. И где же здесь твой выбор? В какой момент ты что-либо выбираешь? В момент, когда уже стоишь у полки с пирожными в супермаркете? Ну-ну. По итогу ниже энергия, больше апатия, шире пока, глубже чувство вины, хуже показатели твоего здоровья, ниже качество жизни, реже секс, депрессия. А что поможет нам справиться с ней наиболее быстрым способом? Конечно же, новая порция того, что к ней и привело. Внешние стимуляторы выработки дофамина всегда приводят к нежелательным последствиям. Войны, болезни, смерти. Даже безобидный сахар превратился в настоящую империю смерти, когда его стали выделять из тростника и рафинировать. Как, кстати, и некогда безобидные листья коки. Пока их не научились экстрагировать, а полученный кристальный порошок не стали употреблять для получения невероятных переживаний, создав мощнейший конвейер смерти. Хм, к чему это я? Зависимость — это то, что делает тебе плохо и больно. Неспособность побороть свою тягу к сладкому делает тебя несчастной, некрасивой, нелюбимой, нежеланной, слабой. А что, если я скажу тебе, что избавиться от тяги к сладкому можно легко? Буквально за один день, став свободной навсегда, не испытывая мук, отвыкания и чувства вины от срывов. Что, если твоя жизнь может измениться в одночасье, и ты начнешь по-настоящему управлять ею, а не бежать за морковкой маркетологов? Захочешь ли ты тогда продолжать находиться в этой ловушке, зная, что из нее так просто выбраться?